итак друзья добрались мы до самого интересного это акт замены и исполнительная смета наверное это не побоюсь сказать что самое страшное для сметчика потому что нет ни нормативов не шаблонов каких-то да по этим документам никто в общем то не знает как должно быть по закону да как эти исполнительные сметы делаются чем там они сопровождаются есть конечно 421 методики некий намек какой-то на корректировку сметной документации но это не относится к исполнительной смете это относится лишь к прохождению экспертизы если вносится изменение в смету которая ранее проходила экспертиза но у меня есть решение которое проверено уже временем я уже применяю это решение больше пяти лет наверное и на 99 процентов данное решение автоматизировано то есть мы просто действуем по определенной схеме который сейчас вам покажу и получаем быстрый точный безошибочный результат мы получаем одновременно и исполнительную смету и акт замены работы и так давайте покажу как это работает у меня также есть несколько смет до которые я заготовил заранее и мы предположим что эти смета это контрактные сметы то есть у нас был контракт на определенное количество смет и предположим что в этот контракт мы вносили какие-то изменения вот прежде чем вносить изменения в контрактные сметы мы должны конечно же создать их копию но это логично но копия мы будем создавать непростым способом не так как мы делаем это всегда то есть control c control в создали копию не совсем так мы должны сначала пометить те позиции которые те объемы которые у нас были в контрактной смете например если мы откроем куда сметом и видим что разбор кирпичных стен 121 мы должны это запомнить как мы можем это запомнить мы не можем написать все это на бумаге и да и мы не должны это делать потому что все эти объемы уже прописаны в контрактной смете но для того чтобы создать в итоге конечном акт замены работ мы должны увидеть там столбец объем по контракту потом мы должны увидеть столбец фактически выполненные объемы и мы должны увидеть разницу между этими объемами то есть и того у нас должен получиться примерно вот такой вот документ где есть шапка где есть номинование где есть ниже подписавшиеся подрядчик заказчика рассмотрели вопрос о том-то о том-то что по такому-то контракту без заменения цены контракта или заменением цены контракта выполнены такие-то работы и так здесь есть у нас ну как бы все разделы подразделы объем по контрактной смете объем фактически выполнены и здесь есть столбец разницы который подразумевает что одно вычитается из другого вот это и есть акт об изменении объемов состава работы его называют пересортица или акт замены работ кто хочет кто так называет он не регламентирован никакими нормативным документами пока но так или иначе этот акт проходит практически у всех заказчиков и у всех подрядчиков с которым я работал на протяжении последних лет пяти точно то есть я так вам всех устраивает то есть это проверенное решение уже годами давайте теперь мы сделаем такой акт на основании наших смет и так прежде чем приступать к созданию исполнительной сметы мы должны маркировать про маркировать определенным способом вот эти объемы то есть грубо говоря мы должны примечание скопировать объем который был локальной смете делать мы это будем не вручную а с помощью макроса давайте откроем этот макрос макрос также он есть в комплекте который вы приобретете он называется расставить примечания в смете открываем этот файлик и здесь есть две позиции убрать примечания или скопировать текущий объем данном случае нас интересует не убрать а именно скопировать теперь мы нажимаем на кнопочку модифицировать и выбираем сметы который в которых нам нужно это сделать открываем нашу сметную базу где она у нас хранится моем случае она хранится на яндекс диске и вот они наши сметы я нашел их просто выделяем и все с помощью клавиши shift либо рамкой вот так вот выделяем и нажимаем открыть все макрос обработал все эти документы вот он создал файлы xml потому что на самом деле можно было бы создать файлы gsfx но к сожалению в гранд смете есть там такая особенность что невозможно сторонним макросам создатель gsfx файл только xml ну и все дело осталось за малым эти файлики они у нас появились также в рабочей среде гранд смета вот они у нас видите прописались и в конец файлы которые без ценников то есть без указания цены это краски файла xml если вы не увидели в программной оболочке вот эти вот файлы значит вам нужно найти зайти файл установки и включить отображение xml файлов вот на вкладке прочее мы находим такое пункт как внешние документы расширение документов которые будут ображаться на вкладке объекта все мы прописываем три буквы xml нажимаем ok и после этого мы увидим все xml файлы которые находятся в папке с нашей сметой мы сохраняем макрос сохраняет автоматически эти файлы мы можем открыть проводники любой из этих файлов и у нас автоматически гранд смета открывает список наших файлов вот они xml файл макрос автоматом сохраняет все xml файлы по адресу который мы выбирали вот в этом вот окошечке обработки клавиши модифицируем и так что теперь нам нужно сделать по сути нам нужно их просто каждый пересохранить сохранить как сохранить как здесь мы выбираем формат gsfx и можем сразу же указать что это например смета исполнительный дефис из сохранить такую же операцию мы проделываем со всеми файлами вот мы видим что эти файлики пересохранились исполнительная смета проделаем то же самое для всех остальных файлов и так друзья все мы с вами пересохранили вот эти файлы уже ведь с ценами да потому что это формат gsfx и гранд смета поддерживает отображение цены а вот эти вот файлики которые без цен нам больше не нужны то есть они как бы такие были черновые мы можем их в принципе удалить xml файлы смело нажимаем delete если что мы всегда можем их создать заново и так в чем же фишка вот этих вот файлов исполнительных смет давайте откроем какой смету и посмотрим вот чем фишка то есть мы видим объем вот этот он перекочевала вкладочку примечания и то же самое проделать по каждой из строк и таким образом нам теперь не нужно вручную как бы маркировать все наши будущие исполнительные сметы видите весь объем отобразился в примечаниях и теперь это смета готова для того чтобы начать делать из нее исполнительную смету ну например вот в этой смете предположим что подрядчик не производил вот эти работы мы просто обнуляем объемы вот здесь он их уменьшил вот здесь вообще другой объем стал то есть те позиции которые у нас изменяются мы просто изменяем объем при этом не изменяя примечания таким образом программа уже запомнила где у нас какие объемы если же мы дополняем новые какие-то строки например мы добавили вот в этот раздел с помощью insert вставляем что какой-то шифр например шифр 3 и пишем что это пять кубов разборка жб фундаментов новые строки мы не вносим никакие примечания видим что здесь примечание отсутствует и она так и должно быть таким образом во время обработки автоматической формой она будет понимать что эта строка не было в контрактной смете потому что в ней нет примечания если мы строки обнуляем то мы не должны убирать их с локальной сметы таким образом строкам макрос или форм автоматизм будет понимать что эта строка вывелась она будет подтягивать объем из примечания а вот это вот в исполнительной смете графа она будет по нулям стоять при этом когда мы будем вводить саму исполнительную смету то мы вот эти строчки с нулевыми объемами они автоматически у нас никак не выводится потому что есть такая настройка в гранд смете так давайте мы еще какой-нибудь объем добавим сюда пример 3 3 будет 100 квадратов ну и так по добавляем несколько еще строчек но в принципе вот в этой смете я кое-что добавил теперь также отредактирую все остальные сметы чтобы они немножко но отличались то есть чтобы они были именно исполнительными и так закончила и корректировать объемы сделал это чисто от балды для того чтобы просто показать вам демонстрацию работы данного макроса ну видите что здесь гранд смета она по наименованию их перенесла то есть после контрактной сметы идет исполнительный контракт на исполнительный достаточно удобно но на самом деле можно было бы выделить в отдельный файл давайте так в отдельную папку вернее напишем что это папка исп отсортируем по дате изменения и вот эти вот файлики выделены с помощью shift control x вырезает эти файлы откроем их в новой папке вот в этой исп и control в вставим их сюда и так как мы видим что макрос расставил примечания в каждом из этих файлов мы внесли определенные корректировки вот эта смета уже откорректирована да мы можем с вами уже не запоминать что было в контрактной смете потому что в примечании все автоматически уже есть и это на самом деле очень удобно вот этот объем мы когда-то внесли его сюда в исполнительную смету и мы думаем а что же было в контракте а вот все очень просто контракта смете было вот столько если здесь стоит пусто значит этого объема не было в контрактной смете давайте откроем r и посмотрим вот пожалуйста вот здесь какой-то объем стоит а здесь было ли это в контракте смотрите в примечании примечания этого нету соответственно этого объема не было в контракте итак давайте теперь выведем акт замены работы если у нас это один контракт то мы должны весь этот объем вывести в один файл и обработать его макросом чтобы это было на одной странице но можно также разные заказчики требует по-разному иногда требует чтобы каждый файл на каждый отдельный файл был отдельный акт выполненных акт замены работы соответственно оба этих варианта мы сейчас с вами рассмотрим выделяем все эти исполнительные сметы заходим точно также формы для печати мои формы и в ту папочку соответственно мы уже закинули вот этот акт замены по инструкции инструкция также будет приложена и здесь обязательно ставим галочку объединить документы вот он акт замены здесь нажимаем ok ждем когда это все выведется итак после выгрузки из гранд сметы мы получаем вот такой вот файлик где все наши акты разбиты по закладкам и мы видим что ну вот эта форма это которую я создавал также собственно для этого акта то есть она создана с нуля и мы видим что здесь вывелись объемы по контрактной смете это те значения которые у нас были вынесены в примечаниях вот здесь вот ноль пустота это значит что этого не было в контракте это соответственно то что было итак у нас все маркировано в столбце фактически выполнена у нас объемы потянулись из исполнительных смет которые мы с вами только что редактировали ну понятно да и разница в данном случае после до обработки макросом разница здесь не заполнена этот столбец он у нас заполнится когда мы нажмем обработку макросом то есть пока что мы сюда не смотрим здесь просто попадают в этот столбец примечания из нашей локальной сметы вот и все итак у нас происходит по каждому виду работ по каждой локальной смете видите у нас есть разница определенную и давайте теперь запустим обработку макросом но естественно здесь определенные шапки которые также вписываются из грандсметы у меня есть образец подписей я тоже вам его в комплекте с макросом будет образец подписями вы просто исправите свои названия там и у вас это будет автоматически уводиться нажимаем корректировка и 10 два варианта либо объединить акты в один акт в случае если заказчик хочет чтобы акт замены был на одном в одном документе либо не объединять акты тогда мы не ставим здесь галочку и тогда у нас каждый акт будет в отдельности давайте сначала посмотрим как работает макрос объединяющий все акты в один нажимаем старт и дожидаемся окончания обработки соглашаемся со всеми окнами диалоговыми все после обработки он выдает готовности сообщения и здесь мы видим что в графе разница у нас появляется разница между фактически выполнены и объем по контракту где-то соответственно эта разница есть где-то по нулям где ничего не менялось и так по всем документам дальше после окончания первой сметы автоматически подгружается данные со второго листа то есть макроскопирует эти данные отсюда на эту строку здесь прописывать название данные сметы и дальше идут разделы нумерация заметьте идет сквозная то есть она не заканчивает не начинается заново с цифра 1 на следующей смете она идет сквозная через все сметы точно также после окончания идет следующая смета и далее до конца документа в конце документа у нас выводятся подписи которые вы можете также скорректировать вы можете открыть этот шаблон и поменять вот эти вот подписи которые вам здесь так сказать мне нравится давайте попробуем сделать корректировку данного акта не объединяет данные акты потому что если мы сейчас их объединили то вот эти вот так то они не обработались то есть остальные вкладки они остались необработанными здесь нету разницы не прописаны здесь формула давайте теперь нажмем корректировка и не будем ставить галочку объединить акты нажмем старт и посмотрим что произойдет с остальными актами давайте ну этот акт уже понятно обработан этот акт мы видим то же самое здесь формулы до появились это же точно такая же история по всем остальным документам данного файла перенумерация сквозная графа разница заполнена и итоги все выведены как следует итак друзья я так понимаю вы убедились в работоспособности данного макроса данные формы и в комбинации с макросами к с 2 и 3 которые я вам уже показывал вы можете создавать объекты в разы в разы быстрее и зарабатывать на них гораздо больше то есть вам больше будет не нужно вспоминать какие там объемы были в контрактной смете программа это сделает все за вас макросы разработаны именно для этого